Интерактивные музейные площадки, бронетехника, авиация и военно-тактические игры. Все это ждет ульяносов в новом парке «Патриот». Крупнейший проект к юбилейному празднованию победы. Проект будет реализован путем реконструкции уже существующего парка имени Маргелова в Новом Городе, где будут представлены всевозможные образцы военной техники. Вертолет Ми-8, БМД-1, самолет Л-39, гаубица Д-20. И это еще не окончательный список. Направлены дополнительные заявки в Центральный военный округ и Департамент имущественных отношений Министерства обороны на выделение 30 единиц демилитаризованной боевой техники для установки в качестве памятников, мемориалов и музейных экспонатов. Пока о музейных экспонатах «Патриота» говорят в будущем времени, в выставочном зале Ленинского мемориала открылась выставка в память о январе 1944-го. Детские рисунки, личное оружие и документы складываются в единую картину пережитого ужаса блокады города на Неве. Жемчужная экспозиция, настоящие фотографии того времени, хроникой поделился в Музее обороны и блокады Ленинграда. Фотографий было очень много, делать их было очень трудно, проявлять, печатать во время войны. Но тем не менее, эти фотографии сохранились, и музей предоставил их нам для экспонирования. День воинской славы – прекрасный повод обсудить подготовку к празднованию юбилея Великой Победы. Выставки, патриотические проекты, концерты и программы самого праздника отходят на второй план. Главная задача – обеспечить вниманием и поддержкой наших ветеранов. Участников войны в области осталось 349 человек. Вот они во всем городам и районах, где много, где мало, но им сегодня максимально внимание уделяется и в вопросах финансовых, и в вопросах бытовых, в вопросах лечения и так далее. Мы помним, мы и гордимся. В День воинской славы губернатор вручил первые юбилейные медали ветеранам, чьи жизни неразрывно связаны с блокадой Ленинграда. Максим Бажанов, Алексей Слипченко, репортер 73.